Добрый день, друзья! Представьте, вы сидите на берегу реки, в вашу сторону. Двигается человек в одеяниях Иисуса Христа, в облике Иисуса Христа. И двигается он по воде. К вам идет по воде. Какова будет ваша реакция? В современном обществе большая часть общества схватится за мобильные телефоны и будет снимать, чтобы выложить в Ютуб и получить просмотры. Оставшаяся часть будет лицезреть. Кто-то отвернется и скажет, что я каждый день вижу, как ходят по воде. А кто-то скажет, что это, наверное, киностудия ближайшая снимает очередной фильм. И все так и пройдет, как норма, на которую в лучшем случае один из ста обратит внимание как на потенциальную возможность. На потенциальную возможность учиться у этого человека. Ведь этот же человек где-то так научился, чтобы поговорить с ним и спросить, а как ты так смог? А кто тебя научил? А где это было? И сколько времени это заняло? Хорошо, тяжело. С Иисусом Христом, например, представить вам тяжело. Давайте представим, вы сидите на берегу реки, и навстречу вам идет человек, мужчина или женщина, неважно. В обычной, в одежде, в джинсах, в костюме, в платье. Идет по воде. Какова будет ваша реакция? Опять-таки, ну, мобильные телефоны, само собой, надо же снять. Надо же лайки собрать. Оставшаяся часть. Ну, киностудия прекрасна. Кто-то скажет, это Динамо, приехал. Там оргстекло положили. И по оргстеклу идут. Значит, тут объяснялки какие-то. Ведь такой же сородич, как ты, не может ходить по воде сам. Если я не хожу, значит, и он не может. Опять-таки, у скольких людей возникнет мысль подойти к нему и спросить, где ты научился? Научи меня. Сколько времени это у тебя заняло? Как это вообще, в принципе, возможно? И что это дает тебе в твоей жизни? Эти вопросы как-то уходят на задний план. Мы их не задаем. Мы очень быстро обесцениваем то, что не можем сами. Что не соответствует нашим представлениям здесь и сейчас. И таким образом, так как мы это очень быстро обесцениваем и утилизируем, мы теряем способность вообще различать в толпе тех, кто может научить. Тех, кто может расширить и изменить сознание. Ведь даже если минимально задуматься о том, что отличает человека, который может ходить по воде, от всего социума, где это невозможно. Но он при этом идет по воде. Знаете, что отличает коренным образом? То, что именно его, его реальность, в которой это возможно, доминирует в той огромной коллективной реальности, где это невозможно. То есть, его силового ресурса хватает на то, чтобы его психическая реальность стала коллективной. Круто? Мы говорим о сознании, о развитии определенных способностей психических. То, что люди называют сверхспособностями, это психические ресурсы человека. И психический ресурс – это не только хождение по воде на самом деле. Потому что, как мы можем применить хождение по воде в повседневной жизни? Вопрос «зачем?» уже не сводит к нулю эту способность. Точно так же, как таскать банки там по поверхности. Или там под решеткой Фарадея крутить вертушки. Или, или, или. Я на своей практике перепробовала много вещей, которые получались. Потом я не находила ответа на вопрос «зачем мне это надо?». Ну, подвинула я эту банку без рук. Ну, и зачем мне это надо? Какой бонус это дало в жизни? На самом деле, во всем этом один огромный бонус. Если моя реальность доминирует в коллективной, мне надо дальше продолжать. Вот это называется осознанное моделирование реальности. Осознанное управление событийными рядами в своей жизни. Осознанное влияние на окружающую действительность. Как бы там ни было, но объективные и субъективные реальности соединяются в моменте здесь и сейчас. И вопрос, что будет доминантой, всегда остаётся открытым. Не так много людей, которые дошли до понимания этих процессов, обладают определённым ресурсом. И более того, у них так складываются обстоятельства, что для того, чтобы в своём развитии двигаться дальше, им надо отдать людям какие-то знания, для того, чтобы отлить из своей чашечки, для того, чтобы эта чашечка наполнилась снова. Только случайное стечение обстоятельств, в кавычках случайное, иногда заставляют таких людей проводить семинары и тренинги, и обучающие программы. Не пропустите такую возможность, пока она есть. Попробуйте различить в толпе и отличить фокусника или менталиста от человека, который обладает определёнными психическими способностями, который при этом гармоничен в жизни, который может при этом научить. Ведь на самом деле это круто попасть на занятия и пройти обучение у такого человека. Это редкость. Это редкость, господа. Я вам это говорю, как человек, который 10 последних лет проводит эксклюзивные обучающие программы по экстрасенсорному развитию, по психологии и психотехникам. Экстрасенсорики. Будем учиться различать в толпе того, кто может, для того, чтобы стать волшебниками своей жизни. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.